Следующий вопрос, если девушка, будучи беременной, ей сообщили, что есть отклонение в ребенке, в плоде. Врач советует избавиться от плода, так как в случае, если он родится, он будет как инвалидом или у него будет отклонение большое. В этом случае разрешается ли избавиться от этого плода и также упоминается в вопросе, что до четырех месяцев, но мы спросим и до и после, есть ли разница? Что касается вопроса, разрешается ли совершать аборт, если у плода выявлен дефект, то прежде всего мы должны понимать, что аборт является запрещенным делом. Даже если плод на первом этапе зачатия, как об этом сказали имамы Малик, Лейз, Ибн Саад, Ибн Хазм, Ибн Таймия, Ибн Аль-Кайим, Аль-Из, Ибн Абдус Салям, все они сказали, что аборт запрещен. Почему? Потому что по причине одного только зачатия плода уже началось его творение и построение с дозволения Всевышнего Аллаха, то есть он получил все внешние и внутренние качества, всю наследственность, но на данный момент он находится в процессе развития. А Всевышний Аллах сказал, разве мы не сотворили вас из презренной жидкости и не поместили ее в надежном месте? Аллах, Святом Всевышний, поместил его в надежном месте. Отробе, матке женщины, и даже когда женщина ударяется обо что-то или падает, плод все равно не выпадает. Врачи говорят, что в большинстве случаев выкидыши, которые происходят у женщин, они случаются только с плодами, у которых есть отклонения. А если плод не имеет отклонений, то в большинстве случаев матка-матери сохраняет его с дозволения Аллаха, Свят Он и Велик. В хадисе от Ибн Масуда, который приводится в двух достоверных сборниках, говорится, «Воистину творение каждого из вас происходит в утробе его матери в виде капли в течение сорока дней». На этот момент его сотворение уже свершилось, и то, что мы посягаем на него и извлечем его из утробы его матери, это противоречит мудрости, мудрости Аллаха, Святом Всевышний. Это посягательство на плод, которое, мы как сказали на данный момент, находится в процессе развития. Однако он уже получил все качества творения, и поэтому те этапы развития, которые он еще пройдет, они никак не учитываются. Как только сперматозоид попадает в яйцеклетку женщины и происходит зачатие, все, посредством этого он приобретает все внешние и внутренние качества, то есть всю наследственность. Поэтому не дозволено посягать на него, потому что он на данный момент уже считается творением. Однако, если доверенными врачами установлено, что плод имеет отклонение, тут мы должны понимать, что многие врачи говорят, невозможно узнать, что плод имеет отклонение, пока в него не вдохнут душу. То есть, до того, как в него вдохнут душу. Потому что сейчас он еще полностью не сформировался. Сейчас он в виде капли, потом в виде сгустка, затем в виде разжеванного кусочка мяса, сформировавшегося или не сформировавшегося. А когда он полностью сформируется, то только тогда в него вдыхают душу. Но до того, как в него вдохнут душу, мы не можем с уверенностью заявлять, что он имеет отклонение. Однако, если предположить, что доверенные врачи однозначно заявили это и единогласны в этом, то я считаю, а Аллах более знающий, что нет проблем в том, чтобы удалить плод. Но до того, как в него вдохнут душу. А если в него уже вдохнули душу, то это не дозволено, потому что тут имеет место посягательство на живую душу, то есть ее убийство, что не является дозволенным после того, как в него вдохнули душу. Однако, некоторые ученые сделали исключение, когда существует угроза для жизни матери. Они сказали, что в этом случае в аборте нет проблем. Однако, другие ученые сказали, что это не дозволено, даже если есть угроза для жизни матери, аргументируя это тем, что эта душа имеет ценность. Поэтому не дозволено убивать одну душу ради спасения другой. Поэтому, когда мать находится в состоянии голода, она же не убивает своего ребенка, чтобы съесть его руку. То есть, эта ситуация подобна той. Поэтому не дозволено и является харамом делать аборт после того, как в него вдохнули душу, если нет угрозы для жизни матери. Однако, если предположить, что по его причине, то есть его оставление приведет к гибели матери, то в этом вопросе есть разногласия. Некоторые поздние ученые дозволили аборт в таком случае, а некоторые из них запретили. Мое мнение, а Аллах более знающий, что нужно выяснить подробности каждой отдельной ситуации. Также некоторые люди огорчаются, когда их постигают подобные вещи. Да убережет нас и вас Аллах от этого. То есть, этого человека посещают плохие мысли. Например, он думает, почему так? В чем мудрость? Почему у этого ребенка отклонение? Почему он не подобен другим детям? Так в чем же тут мудрость, Оше? Каково ваше наставление тем, кто испытан тем, что его ребенок отстал или имеет какие-то отклонения? Во-первых, хорошие мысли об Аллахе – это плоды полноценного вероубеждения человека. А плохие мысли об Аллахе, Святом Всевышний – это упущение в таухиде. Поэтому обязательно для мусульманина, чтобы он всегда хорошо думал о Всевышнем Аллахе. А если он плохо думает об Аллахе Всевышнем, то это упущение в вероубеждении и таухиде, а также относится к качествам лицемеров и многобожников, как сказал Всевышний Аллах, думающих об Аллахе дурное. Их постигнут при вратности судьбы. Поэтому прежде всего обязательно для мусульманина, чтобы он имел только хорошие мысли об Аллахе, Святом и Велик. Также он должен быть убежденным в том, что постановления Аллаха Всевышнего, касающиеся религии или Вселенские постановления, любые законы Аллаха, будь то шариатские, связанные с религией, или Вселенские, связанные с предопределением, все они соответствуют абсолютной мудрости. Однако мы не можем постичь мудрость Аллаха, Святом и Велик. Мы можем познать что-то из мудрости Всевышнего Аллаха, но мы не можем объять их знанием. То, что ребенок может родиться с отклонениями или с недостатками в развитии, это только Всевышний Аллах сотворил его таким образом. Потому что, возможно, если бы он родился полноценным, без отклонений в развитии, то вред от него был бы более сильным и великим. Поэтому давайте посмотрим на Хидра. Да, на Хидра. Когда Муса Мерьему отправился к нему и сел вместе с ним на корабль, Хидр продырявил его. То есть в том, что этот корабль стал дефектным, было больше пользы, чем если бы он остался целым. Потому что если бы этот корабль был целым, то его забрал бы царь. Однако дефектное состояние судна сохранило его для бедных хозяев. Также Хидр убил мальчика. И тут мы можем сказать, что это вред. Однако если бы этот мальчик остался жить, то вред от этого был бы больше, так как он стал бы причиной заблуждения своих родителей. Знание обо всем этом принадлежит Аллаху Святом Всевышний. Обязательно для нас связывать наши сердца с Всевышним Аллахом и улучшать наши мысли о Нем. И быть убежденными в том, что что бы ни приказал или ни сотворил Всевышний Аллах, все это в соответствии с Его безграничной мудростью и высшей целью. Кто поймет это, поймет. А кто не поймет, тот не поймет. Продолжение следует...